Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рост доходов был самым высоким за последние три года на 9 процентов или 2,7 миллиарда рублей. По росту поступления собственных доходов Кировская область обрядила общероссийский показатель, заняв 29 место среди регионов России и третье место в ПФО. Коронавирус почти не сказался на поступлениях НДФЛ, потому что работодатели сохраняли Штаты, чтобы получить поддержку государства. И кроме того, региону хорошо помогли вливания с федеральной казны. Программа Экономика. Строители школ и инженерных сетей смогут экономить на налогах. Соответствующий законопроект внесен в ОЗС. Инвесторы смогут получить вычет по налогу на прибыль. Он будет применяться для тех, кто создает, приобретает или проводит модернизацию объектов основных средств. Проект при этом должен быть включен в перечень приоритетных. Вычет составит 50 или 90 процентов суммы расходов. Воспользоваться им также смогут компании, которые создают транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру при застройке территории с последующей передачей объектов в государственную или муниципальную собственность. При этом власти решили отменить льготу по налогу на прибыль. Пониженную ставку применять не будут, потому что она маловостребованная. Из-за несоблюдения антиковидных мер в Кирове закрыли пекарню и магазин. Так еще в октябре во время внеплановой проверки Роспотребнадзор обнаружил нарушение в пекарне на улице Розы Люксембурга в районе Октябрьского рынка. На ИП составлен протокол. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и запретил работу точки на 30 суток. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, но не уточняется, какие именно нарушения были обнаружены. В ноябре проверка нашла нарушение в продуктовом магазине в Сашениях. Посуду его должны закрыть на 10 суток. В завершении о валютах доллар на сегодня 76 рублей 92 копейки, курс евро 91 рубль 17 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» 101FM